Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Армянский народ – наследники хозяина армянской колыбели, Союз армянских академиков Германии. Познакомимся с Западной Арменией, дома и архитектура Харкута. Национальный день Армении будет отмечаться на выставке «Экспо-2020 Дубай». В Арцахском научном центре состоялось открытие молочного завода «Нарине Плюс». Армянские гампор-собаки в Западной Армении могут жить даже в минус 40 градусов. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Армянский вопрос до сих пор не решен. Армянский народ еще не осуществил свое естественное право на объединение на родине и на жизнь своей колыбели. Армянский народ является наследником своей родины – армянского Нагоря. Он является единственным собственником своей исторической родины и всех созданных ею на ней материальных и духовных ценностей. Родина, данная армянскому народу богом и природой, создавалась на протяжении тысячелетий. Умами и руками армян она стоит выше изменений политических обстоятельств. Не зависит от исхода войны или битвы, никакой силе в мире не дано право перекраивать границы Армении новыми картами. Могут пройти сотни или тысячи лет, могут быть договора, насильственно навязанные правительством армян, такие как документы о насильственной большевизации Республики Армения от 2 декабря 1920 года, Московско-Карские договоры 1921 года, трехсторонняя капитуляция 9 ноября 2020 года. Но армянский народ останется наследником и хозяином Армении – исторической колыбели армян. Союз армянских академиков Германии. Президент Азатор Духанян. Деревенские дома на равнине Харпут в Западной Армении обычно двухэтажные. То есть, они состоят либо из двух надземных этажей, либо из дома на первом этаже и цокольного этажа. В селе Барджанж, например, из каменных построек находятся две мечети и баня. Все остальные – кирпичные. Курдские богачи того же села имеют особняки, где отдельные участки отведены под их гарем. Некоторые армянские семьи также владеют большими домами. На местном наречии таких людей называют хамба-ранчпайрами, то есть знатными и преуспевающими. Большинство домов до теми одноэтажные, но в них есть и подвал, где жители зимуют. Можете прочесть полную статью по ссылке на нашем официальном сайте. Вот уже почти четыре месяца представители Армении на Всемирной выставке Экспо 2020 Дубай ведут ежедневную масштабную работу, чтобы представить достопримечательности нашей страны тысячам посетителей выставки, высокопоставленным людям Объединенных Арабских Эмиратов. Эта масштабная шестимесячная выставка – еще одна замечательная возможность представить и сделать доступной для широкой аудитории Армению, армянскую культуру, историю и существующие возможности в различных сферах нашей страны. 30 января на этой Всемирной выставке будет отмечаться Национальный день Армении. В выставочной зоне весь день будет царить армянское настроение. Цикл мероприятий, посвященных Национальному дню, начнется с церемонии поднятия флага Республики Армения. После официальной церемонии открытия в течение дня будет организован ряд культурных мероприятий для посетителей и гостей из разных стран. За мероприятиями, посвященными Национальному дню Армению, вы можете следить онлайн по ссылке на нашем официальном сайте. В Арцахском научном центре состоялось открытие молочного завода «Наринэплюс». С приветственной речью выступила директор научного центра Анюта Саргисян. «Надеюсь, что наша продукция будет пользоваться большим спросом как на рынке Арцаха, так и за пределами нашей республики. Мы долго ждали этого дня. Я хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в эту работу. Мы поставили перед собой задачу впредь внедрять исследования, проводимые в центре в производство», сказала Саргисян. Молочный продукт «Наринэплюс» обладает высокой антиоксидантно-антибактериальной активностью, предотвращает дисбактериоз при ежедневном применении. Репутация армянских собак «Гампор», живущих в Западной Армении, давно вышла за пределы страны. Они отличаются от других пород собак своим умом, верностью и отвагой, а их мех позволяет им выдерживать суровые зимние условия. Благородные собаки, которых местные жители называют «Кангал», на шаг впереди волков и могут жить даже в минус 40 градусов. В Себастье, где холодно, как в Сибири, в последнее время голодные волки стали чаще нападать на деревни и даже на города. Собаки «Гампор» своей отвагой и охотничьими способностями могут бороться с волками. Часто им удается убивать волков. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддерживать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова